Республики Карелия и Саха-Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область. С точки зрения жилищно-коммунального хозяйства эти регионы могли бы быть названы ветхими и аварийными. Здесь сконцентрировано почти четверть всего проблемного жилья страны. Руководители следственных управлений именно этих регионов и были заслушаны на совещании, которое провел представитель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. Да и в целом по стране ситуация с расселением граждан из развалюх тревожная. В этих аварийных домах проживают, подвергая здоровье и жизнь каждодневной опасности, более миллиона человек, более миллиона человек по всей стране, из которых каждый третий живет в непригодных условиях от трех до пяти лет. Я думаю, что их гораздо дольше. Если бы всех жителей домов с треснувшими стенами, протекающими потолками и дырявыми коммунальными сетями собрать в один город, то такой развалюхинск вошел бы в число 15 крупнейших городов России. И это несмотря на то, что страна тратит колоссальные средства на решение проблемы ветхого жилья. За четыре года регионам для решения проблем аварийного жилья из Фонда развития территории перечислено свыше 366 миллиардов рублей. 366 миллиардов рублей перечислено, плюс еще бюджеты регионов, а проблема не решается. В истекшем периоде 2023 года в территориальные следственные органы, то есть к вам, поступило 522 сообщения о преступлении, которое связано с аварийным жильем. И что интересно, по половине из них вы возбудили уголовные дела. 322 уголовных дела. Да, это в 6 раз больше, чем в прошлом году. Саха-Якутия – абсолютный лидер в области жилья, в котором жить нельзя. Население всей республики меньше 1 миллиона человек, а в аварийных домах обитают почти 100 тысяч, то есть каждый десятый житель. Да, ударные темпы освоения Крайнего Севера в свое время потребовали строительства огромного количества сборно-счетовых домов, которые, естественно, к нашим дням обветшали. Так ведь Москва про эту беду знает и не оставляет республику в этой сложной ситуации в одиночку. 65 миллиардов рублей получила Саха из федерального бюджета для решения проблемы гнилушек. Это каждый шестой рубль всероссийской программы. А проблема не решается. И работа регионального управления Следственного комитета на этом участке вызывает у главы ведомства искреннее недоумение. Что касается вашей работы, в текущем году вы рассмотрели 20 сообщений, связанных с этой тематикой. Возбудили 6 уголовных дел, в настоящее время в суд направлено лишь 2 уголовных дела. А ведь фабула одного из дел дает почти прямой ответ на вопрос, почему деньги на решение проблемы уделяются колоссальные, а расселение гнилушек идет медленно. При строительстве дома для переселения из верхнего аварийного жилья дали взятку за то, чтобы ускорить прием данного дома. И, соответственно, по фамилии Папаян подрядчик на 10 миллионов их взяли, троих с посредником. Какая часть бюджетных средств идет не на стройку, а в карманы казнокрадов? Почему чиновники на местах тормозят работу по признанию жилья аварийным? Как рассчитывается стоимость нового строительства и обосновываются бюджетные траты? Глава ведомства призвал руководителя управления тех регионов, где проблема особенно остра, не дожидаться заявлений и сообщений, а переходить в наступление. Строже контролировать расход средств по целевым программам, внимательно изучать конкретные факты и цифры. Я бы, в смысле, что бы сделал? Вот есть новый дом. Ну, взял бы четыре там точки, четыре каких-то района, где активная стройка идет, новый дом, и зашел бы туда с экспертами. Вот семиэтажный дом. Сколько? 43 миллиона. Товарищ эксперт, а сколько он на самом деле стоит, а? Среди материалов, месторасположения там, и того, и сего, и этого, рыночные цены застройки. Темпы решения проблемы крайне низки, считает глава ведомства. И в такой ситуации не грех вспомнить опыт отцов и дедов, которые в считанные годы восстановили разрушенную после войны страну. И никакие волшебные цифры и сказочные обещания не должны обманывать следователей на местах. Нехитрый математический подсчет, и вот уже волшебный дворец в Карелии обернулся лачугой. Знаете, сколько хорошими темпами с вашими нужно? 35 лет. Так точно, следующую программу будет заложено уже в 12 раз в начатине. Это пока еще будет, а пока вот на нынешний момент вот такая картина вырисовывается. Для того, чтобы ветхое жилье осталось только в памяти, от следователей сегодня требуется не только опыт и аналитические способности, но и искреннее неравнодушие и частичка сердца. Хорошее правило – поставьте себя на место людей, поживите в аварийном доме больше пяти лет с семьей и поймете, как надо работать по этой тематике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok